Зинаида Григорьевна Артёмкина Зинаида Григорьевна Здравствуйте Ну вот сейчас в канун Нового года, наверное, практически все подводят итоги того, что же было сделано за 2016-й Если можно, несколько слов о том, как Рязанский Кремль провел этот год, какие у вас были достижения и успехи Ну я хочу сказать, что Рязанский Кремль провел год кино довольно-таки успешно Все планы, которые у нас были, все они выполнили, выполнены и даже перевыполнены И в настоящее время мы подводим итоги с большим удовольствием и уже планируем на следующий год наши музейные мероприятия Что можно сказать о наших программных мероприятиях, которые были осуществлены в 2016 году? Ну, прежде всего, это наши выставочные проекты Многие рязанцы знакомились со многими выставками и отмечали, что эти выставки выполнены на довольно-таки высоком уровне Год кино, естественно, мы не могли пройти мимо против такого замечательного события И на него также откликнулись выставкой «История про кино» Эту выставку нам предоставил заслуженный художник России, декан художного факультета Всесоюзного государственного института кинематографии им. Сергея Аполлинарча Герасимова Валерий Валентинович Архипов То есть он рассказал нам про кино совсем с другой стороны О том, как рождается кино, как оно готовится, как оно создается не только режиссерами, сценаристами, актерами Но еще и художниками-постановщиками, художниками-гримерами Какую большую роль играют ассистенты То есть мы как бы рассказали об истории кино изнутри Также нашим музеем, культурно-образовательным отделом Была подготовлена программа для рязанцев Это экспозиция динамической, музей-театр Когда заговорили вещи Небольшой спектакль «Синема, синема, синема» Об истории Великого Немова Как называли раньше кино В этом году ведь 120 лет появления кинематографа в России Тоже так же с успехом эта программа прошла И в дополнение в фае музея-театра была развернута небольшая выставка Кинозвезды из Рязани А что касается таких массовых акций Летний день в Кремле, Ночь музеев Каким образом они у вас проходили? Остались ли вы довольны тем количеством рязанцев и гостей города, которые вас посетили? Наши массовые мероприятия всегда пользуются большим успехом Летний день в Рязанском Кремле в этом году мы проводили в 24-й раз То есть на следующий год у нас своеобразные 25-летний юбилей Интерактивные площадки работали Также открывались выставки во время работы летнего дня в Рязанском Кремле Но по поводу акций, таких как Ночь музеев, Ночь искусств А в этом году мы еще привели одну акцию, привлеченную к Ночь кино, так называемой То есть как раз в рамках года кино А вот на Ночь музеев у нас как раз Она обычно ориентирована на молодое поколение, на молодого посетителя Мы говорили о кино У нас был квест во дворце Олега То есть посетители могли взять задание, пройти по экспозиции И найти те предметы, которые они видели в кино А что касается количества туристов, которые посетили вас в этом году Каким-то образом вы отслеживаете? Больше, меньше, чем в предыдущий период? Естественно, у нас существует определенная динамика И в этом году мы запланировали 185 тысяч посещений Но план перевыполнили на 7 тысяч 192 тысячи посещений нашей экспозиции и выставок у нас произошло И для рязанцев мы планировали 200, ну и для гостей, конечно 285 мероприятий, перевыполнили на 7 мероприятий То есть что такое музейные мероприятия? Это как раз наши акции, наши праздники, наши конференции Анимационные программы, культурно-образовательные, музейные уроки И много-много всяких различных мероприятий, которые мы готовим для наших посетителей Наверняка и к Новому году тоже уже подготовлена какая-то программа Если можно, чуть подробнее об этом, чтобы рязанцы знали, каким образом им выстраивать свои новогодние каникулы Новый год – это особый праздник, яркий, веселый, зажигательный И, естественно, музей-заповедник готовится к этому мероприятию, к празднованию Нового года И у нас уже вторую неделю идет программа, которая рассчитана на детей с родителями Волшебный праздник Рождества Волшебный праздник Рождества – это программа, рассказывает о традиции празднования Рождества в XIX веке И вот посетители этого мероприятия, они знакомятся с традициями, видят веркеп, то есть место, где родился Иисус Христос Они загадывают загадки, гадания, колядки всевозможные Ну и в заключение пьют чай с таким великолепным рождественским пирогом, который изготовлен по старинному рецепту То есть это мероприятие у нас проходит с аншлагом Ну а те посетители, которые придут к нам в каникулы в конце уходящего года и в Новом году Они познакомятся с новой выставкой Эта выставка называется «Новый год в СССР» То есть эта выставка будет знакомить всех с традициями празднования Нового года в нашей стране, в советской стране Эта выставка расскажет об истории Нового года, как она развивалась Но самое главное, конечно, как советские люди праздновали Новый год Как они готовились, каким трепетом они закупали продукты в такое сложное время Это сейчас у нас изобилие продуктов, игрушек Приходи в магазин и выбирай на любой вкус А ведь мы помним те времена, когда люди готовили игрушки сами Вешали на свою елочку Готовили костюмы, шили из марли, из других каких-то материалов Праздничные утренники в школах, в детских садах Они же проходили очень интересно и с большим подъемом И вот наша выставка расскажет как раз об этом, обо всем И представит коллекции игрушек 50-х, 80-х годов Но самое интересное на выставке, что эта выставка интерактивная У нас будет 4 площадки и посетители могут поучаствовать Ну, например, Дед Мороз и Снегурочка Какой же Новый год? Без этих персонажей веселый должен быть Новый год Поэтому посетители пообщаются с Дедом Морозом Расскажут ему стишки, может быть, споют песни, спляшут Затем интерактивная площадка, где у нас представлены карнавальные костюмы Можно будет в них сфотографироваться Затем каждый может проявить какую-то смекалку Какое-то творчество представить Показать, насколько он умел То есть изготовить игрушку из различных материалов, которые будут представлены И подарить нашей новогодней елке Елка у нас очень красивая, живая Она пахнет хвоей Ну и еще одна площадка – это новогодний стол То есть у нас будут представлены различные продукты И каждый внимательно должен отобрать только те, которые присутствовали на новогоднем столе у людей в советское время Выставку мы открываем 27 декабря И работать будет выставка до 15 января Зинаида Григорьевна, может быть, пользуясь случаем, поздравить рязанцев с наступающими праздниками? Непременно я с удовольствием поздравляю всех с наступающим Новым годом Желаю, чтобы Новый год был удачным во всех отношениях Счастливым, ярким Он же год петуха Запоминающимся И чтобы у всех было такое хорошее бойцовское настроение Чтобы каждый совершенствовался всем успехом, всем материального благополучия и спокойствия мира Спасибо большое Мы, в свою очередь, поздравляем всех сотрудников Рязанского Кремля с наступающими праздниками И желаем вам успехов Большое спасибо Мы постараемся Ну а на этом наша программа подходит к концу Мы желаем и вам всего самого наилучшего Увидимся в следующих предновогодних эфирах Редактор субтитров А.Семкин